Добрый день! Хочу поблагодарить организаторов за приглашение. Для меня большая честь поучаствовать в этом мероприятии. Сегодня мы поговорим об ультразвуковом исследовании паращитовидной железы. Цель нашего обличения заключается в следующем. Определение правильных показаний для проведения диагностической визуализации паращитовидных желез и узлов паращитовидных желез. Как оптимизировать настройки ультразвукового сканера для обнаружения соответствующих образований. Как распознать тип этих поражений в зависимости от их локализации. И как решать определенные вызовы, связанные с ультразвуковым сканированием паращитовидных желез. Я не буду подробно останавливаться на теории первичного гиперпаратириоза. Эпидемиологические и клинические характеристики можно увидеть на слайде. Часто заболевания диагностируются на ранних стадиях. И для нас важно помнить, что почти всегда это доброкачественные заболевания, которые не ассоциируются с онкологическим процессом. Карцинома паращитовидной железы встречается очень редко. Диагноз выставляется на основании данных биохимического исследования. Главным образом по высокому уровню паратириодного гормона, вне зависимости от уровня кальция. Здесь возможны различные комбинации. Парат гормона может быть высоким и кальций может быть высоким. Повышенный кальций – аппарат гормон в пределах нормы, а также может быть неопределяемым или очень низким. Или может быть нормальный уровень кальция при высоком парат гормоне. Это называется нормокальцимический первичный гиперпаратириоз. Есть и другие причины, вызывающие гиперпаратириоз. Разумеется, надо исключить вторичные, такие как почечная недостаточность или дефицит витамина D и другие причины, прежде чем подтвердить первичный гиперпаратироз. Также необходимо исключить и другие редкие заболевания, например, семейная доброкачественная гипокальциурическая гиперкальциемия, связанная с почечным обменом кальция. Как я уже сказал, рак паращитовидных желез встречается очень редко, почти всегда мы имеем дело с доброкачественным заболеванием. При этом в 85% случаях речь идет о единственной солидной аденоме паращитовидной железы. Это связано с гиперфункцией. И 10-15% случаев встречается несколько гиперфункционирующих желез. Это могут быть две независимые или сдвоенные аденомы, а также связанные с гиперплазией желез, диффузной или надулярной, как показано на слайде. Это может быть случаем синдрома множественной эндокринной неоплазии. Вернемся к целям нашего обучения. Когда, по вашему мнению, надо проводить визуализацию паращитовидных желез? В процессе обследования пациента для подтверждения диагноза первичного гиперпаратириоза? После постановки диагноза, чтобы решить, показано хирургическое или вмешательство? Или после принятия решения об операции, чтобы дать хирургу ориентир для проведения вмешательства? Итак, ответ следующий. Как часть предоперационного обследования пациента. Диагноз как таковой ставится исключительно на основании биохимических показателей. Решение об операции после подтверждения диагноза основывается на наличии симптомов. Заболевания почек, камни в почках или биохимических критериев для пациента, у которых нет в камне и почках. Но не на результат визуализации. Это важно понимать. Итак, мы увидели, есть аденома или нет. Если врач уверен в диагнозе, пациенту показана операция на основании всех этих критериев. То пациент направляется на операцию, и нет необходимости в иных исследованиях в этом случае. Если вы увидели аденому, это не значит, что пациент отправляется на операцию. Поэтому критерии не зависят от локализации образования. Поэтому визуализация пара щитовидных желез должна выполняться только, когда удовлетворяются следующие два условия. Диагностирован первичный гиперпаратериоз и принято решение оперировать пациента. Мы упоминали специфические показания для хирургического вмешательства. Их стоит помнить. Одно из показаний – это симптомы. Однако есть случаи, когда симптомы отсутствуют. Критерии следующие. Возраст меньше 50 лет. Концентрация общего кальция в сыворотке крови на 0,25 мм на литр, превышающая норму. Подтвержденный лучевыми методами исследования остеопороз или клинически подтвержденный остеопороз. Снижение скорости клубочковой фильтрации менее 60 мл в минуту. Суточная экскреция кальция более 400 мг в сутки. Или наличие почечных камней или нефрокальциноза, установленный на основании визуализации. В данном случае пациент отправляется на операцию. Визуализация паращитовидных желез, если очаг или очаги локализованы, облегчает операцию. Возможно, минимальная инвазивная паратериотектомия и целенаправленное хирургическое вмешательство, при котором будет выполняться односторонняя эксцизия аденомы с интероперационным мариторингом уровня ПТГ, который будет продолжаться после удаления для подтверждения успешности проведенной операции. Это ведет к укорочению времени операции и сведению к минимуму количества осложнений, таких как повреждения других здоровых органов или тканей, например, возвратного гортанного нерва. Однако, необходима точная дооперационная локализация, и можно пропустить мультигландурярное поражение. Обсуждая место ультразвука в дооперационной визуализации паращитовидных желез, важно понимать, что существуют разные модальности визуализации, применимые при обсуждаемых показаниях. Сейчас мы о них поговорим. Аффект КТ стихнец М99 и Систомиби имеет высокую положительную прогностическую значимость при единичных аденомах. Эта модальность также выявляет эктопические железы за пределами шеи, например, средостений, где невозможно провести ультразвуковое исследование. Однако, этот способ менее точный в случае сдвоенных аденомом или гиперплазией. Поглощение зависит от главного типа клеток в аденоме. В случаях, где клетки слабо поглощают, всегда можно получить негативный скан. И мы имеем дело с ионизирующим излучением, и оно также намного дороже, чем ультразвуковое исследование. Новым методом визуализации является ПЭТ с 18-ф холином. Это очень чувствительный метод. Мы используем его, когда Систомиби дает негативный или неясный результат, не согласовывающийся с результатами ультразвукового исследования. Вот так выглядит аденома в левой и нижней паращитовидной железе при ПЭТ с холином, а это интратимусная эктопическая аденома. Очевидно, что УЗИ ее бы не обнаружило. Недостатками ПЭТ с 18-ф холином являются ложно-поражительные результаты из-за способности лимфоузлов поглощать препарат. Кроме того, этот метод по-прежнему довольно дорогой. Я пропущу 4D-компьютерную томографию. Эти изображения я привел больше для ознакомления. Она используется лишь в нескольких центрах и связана с довольно большой дозой облучения, получаемого щитовидной железой. Преимущество УЗИ паращитовидных желез заключается в следующем. УЗИ может быть выполнено непосредственно там, где пациент получает амбулаторную консультацию. Это занимает меньше времени. Низкая стоимость, отсутствие облучения, высокая специфичность, поэтому если вы обнаруживаете нечто, что выглядит как паращитовидная железа, скорее всего, это паращитовидная железа. Одновременно мы оцениваем щитовидную железу. Патология щитовидной железы обнаруживается до 50% пациентов, и это может изменить тип хирургического вмешательства. УЗИ также помогает интерпретировать результаты, например, исследования с применением систомиби, поскольку узлы щитовидной железы так же, как и интратиреоидные аденомы паращитовидной железы, могут накапливать систомиб. УЗИ может направлять на тонкоигольную аспирационную биопсию, если необходимо, и мы это обсудим. И в принципе УЗИ может выполняться в операционной, помогая хирургу локализовать паращитовидную железу. Есть также недостатки и ограничения, связанные с применением УЗИ для диагностики паращитовидных желез. В частности, вариабельная чувствительность. В целом она достигает порядка 80%, но эти показатели значительно ниже при многоузловой форме заболевания. Очень многое зависит от опыта оператора. Многое оказывает влияние тип фигуры пациента. Паращитовидные железы часто определяются глубоко в шее, поэтому пациентов с ожирением их гораздо труднее визуализировать. На результат влияет размер и форма аденома. Если аденома эктопическая, она недоступна для визуализации. Нормальные паращитовидные железы. У большинства из нас 4 паращитовидные железы. По 2 с каждой стороны. У некоторых из нас больше 4, у некоторых меньше. Это нужно понимать, когда мы ищем эктопические паращитовидные аденомы. Потому что для многих верхних желез характерны эктопии. Форма обычно овальная. Реже они продолговатые или многодолевые. Размер редко превышает 1 см. Вес не превышает 40 мг. Верхние железы меньше, чем нижние. В любом случае нормальные железы редко обнаруживаются на УЗИ. Они заключены в фиброзно-жировую капсулу. Эта капсула подвергается компрессии в процессе роста аденомы. И эта капсула видна на УЗИ как гиперхогенная линия между аденомой и щитовидной железой. И это мы видим здесь. Позади правой доли щитовидной железы находится аденома. А это белая линия, компрессированная капсулой между ними, аденома и долей щитовидной железы. А сейчас давайте обсудим ультразвуковые характеристики паращитовидных аденом. И первый момент заключается в том, что чаще, но не всегда, они находятся вне щитовидной железы. Большинство примыкает к ней по задней поверхности, как та, что мы видели. Часто мы видим такую компрессию капсулы щитовидной железы по задней поверхности. И гиперхогенная линия, которую мы только что обсудили. Интратириоидная локализация паращитовидных аденом более вероятна при множественных или мультиузловых формах заболеваниях. Обычно паращитовидные аденомы гипоэхогенные однородны, как эта. Однако есть множество исключений. Они могут быть гетерогенные, могут изоэхогенные, могут иметь кистозные включения. А здесь у нас пример 5-сантиметровой изоэхогенной аденомы. Лично я принял ее за узел щитовидной железы. Систамибия и пецхолином показали, что это аденома паращитовидной железы, что было подтверждено результатами гистологического исследования. Это интератириоидная аденома паращитовидной железы. Часть гипоэхогенная, часть изоэхогенная. Здесь щитовидная железа с узлом щитовидной железы. Он доброкачественный. И в этом случае хирургу нужно только опуститься вдоль капсулы железы спереди, и аденома будет одолена. И нет необходимости удалять долю щитовидной железы. Мы упоминали, что нормальные железы обычно овальные. Аденомы могут иметь разную форму. Они могут быть овальными, продолговатыми, треугольными, могут иметь неправильную форму, как эта. Это, поскольку аденомы адаптируются к давлению со стороны прилегающих тканей. Итак, форма аденома весьма вариабельна. Важный аспект – это воскулиризация. Обычно аденомы снабжаются кровью через один основной сосуд. Но также они могут иметь разные паттерны кровоснабжения. Например, диффузный паттерн или сложный паттерн, подобно арке. Или обедненный паттерн, без воскулиризации. Или с очень слабой воскулиризацией. Итак, характеристики аденом. И я покажу вам еще один пример. Это очень редкий случай киста пара щитовидной железы. В большинстве случаев поражена нижняя железа. И это не связано с первичным гиперпаратириозом. Это паратириоидный гормон в жидкостной составляющей. Его уровень можно измерить с помощью тонкоигольной аспирационной биопсии. Но гормон не секретируется в кровоток и поэтому не вызывает заболевания. Парощитовидная карцинома скорее диагностируется по клиническим критериям, чем по ультразвуковым. Ее следует заподозрить, когда уровень паратириоидного гормона очень высок или когда у пациента очень быстро развивается гиперкальцимия. Может присутствовать, а может и не присутствовать пальпируемое образование. Зависит от локализации опухоли. Подтверждение возможно только в гистологическом заключении. Заключение основывается только при наличии инвазии в окружающие ткани или сосуды. Итак, не стоит забывать о таких диагнозах, как атипичные аденомы, которые иногда, как известно, оказываются карциномами, клинически подтвержденными позже. И по возможности помним о случаях неполной резекции аденом. Возможные признаки на ультразвуке. Особенно большой размер. Кальцификация. Кистозные изменения. Отсутствие четких границ между образованием и щитовидной железой, как здесь. Края неправильной формы или фильтрированные края. И инфильтрация прилегающих тканей, включая щитовидную железу или мышцы. Важно понимать, что паратериодные карциномы встречаются редко, но они существуют. Лично я наблюдал две в прошлом году. И это важно, потому что паращитовидные карциномы требуют более обширного хирургического вмешательства, чем паращитовидные аденомы. Они не являются кандидатами для менее инвазивного хирургического вмешательства. В этих случаях по возможности необходима паратериодектомия единым блоком с ипсилатеральной гемитериодектомией и центральной шейной диссекцией. В противном случае можно ожидать локального рецидива заболеваний. Как же сканировать шею в поисках паращитовидных аденом или других паращитовидных заболеваний? Стоит начинать с ультразвукового исследования щитовидной железы. Ищем узловое образование и решаем, нужна ли тонкоигольная аспирационная биопсия. Это мы еще обсудим. И это помогает нам интерпретировать обнаружения на систомибисканах или других исследованиях, которые могут выполняться позже для подтверждения паратериодных поражений. Это также помогает выявлять интертериодное дно паращитовидных железы, как та, которую я вам показывал. Следует сканировать шею от сонных артерий к средней линии или к центральной области шеи, билатерально, двигаясь от бифуркации сонных артерий сверху к низу. Это будут шестой и седьмой хирургический уровень шеи. Прежде всего, ищите аденомы в наиболее типичных для них местах, а затем в менее типичных. Итак, важно знать, о каких положениях идет речь. И здесь у нас схематическое изображение типичных и нетипичных локализаций верхних и нижних паращитовидных аденом. Обычные локализации следующие. Позади щитовидной железы, в пищеводно-трахеальной борозде между трахеей и пищеводом. Когда вы исследуете эту область и когда вы видите их здесь, попросите пациента повернуть голову вправо, чтобы лучше выявить поражение. И под щитовидной железой в связке между тиреотимическим синусом и тиреотимической связкой. Существуют более необычные локализации, я привожу здесь их список. Некоторые из них не поддаются визуализации с помощью ультразвука. Например, ретрофарингеальная локализация или ретро-трахеальная. Но некоторые из них видны, расположенные в претрахеальной пластинке фасции шеи или в области бифуркации сонных артерий. Сюда можно отнести и интертереоидные локализации. Если хотите узнать, почему паратереоидные аномалии оказались в этих местах, внимательно изучите этот слайд, когда будет время. С практической точки зрения, когда мы сканируем шею пациента, очень важно расположить шею в как можно более вытянутом положении. Например, положите подушку под плечи. Поверните голову пациента в сторону, в противоположную стороне сканирования, чтобы вывести очаги в более переднюю проскость, ближе к поверхности датчика. Очень важны настройки аппарата УЗИ. Мы должны установить адекватную глубину, когда ищем глубоко расположенные очаги. Зафиктируйте фокус на большей глубине. Ставьте в углового угла резкость, например, понижая частоту, и оптимизируйте усиление в более глубоких зонах. Практикуйте наблюдательность. Например, наклоните датчик в направлении к средостению. Попросите пациента сглотнуть, чтобы увидеть железо или поражение в тереотимической связке, чтобы они выдвинулись вверх и стали видны во время этой манипуляции. Каким образом можно попрактиковаться? Практику можно получить на пациентах, находящихся на диализе. У них часто развивается вторичный гиперпаратериоз, сопровождаемым увеличением желез, что бывает легко обнаружить на ультразвуке. Еще несколько поучительных случаев. Это пациент с правосторонней аденомой, рядом с верхним полюсом правой доли щитовидной железы. А здесь аденома немного выше, рядом с правой половиной щитовидного хряща. Тот же самый пациент с аденомой слева, около бифуркации сонной артерии. Урок, который мы извлекаем из данного случая. Не прекращайте исследование УЗИ, обнаружив одну аденому, поскольку это может быть многоузловое поражение. Очень высокочастотные датчики, которые у нас имеются на сегодняшний день, дают прекрасное поверхностное разрешение, но у них не очень хорошая проникающая способность. Так, это образование было лучше визуализировано с помощью комбинированных частот при работе датчиком в 12 МГц. Что можно сказать об аспирационной тонкоигольной биопсии? Обычно мы не выполняем ее для паращитовидных образований, поскольку существует риск местно-региональной диссеминации клеток аденомы и рецидива гиперпаратириоза, который в результате не поддается лечению, так как это уже не одно образование, а то, что называется паратириоматоз. Но при необходимости эту биопсию можно сделать. Цитология обычно не информативна. Именно измерения аппарат гормонов в смывах из иглы имеют диагностическую ценность, так как уровни его очень высоки. Когда же это может быть полезно? В случаях, когда есть киста с прозрачным содержимым. И если вы имеете дело с кистой, чтобы не пропустить гиперпаратириоз, возьмите пробирку и измерьте уровень аппарат гормона. В случае аденомы тонкоигольная аспирационная биопсия может быть полезна при нетипичной локализации образования. Например, когда локализация энтритириоидная. Определяем, это аденома или узел щитовидной железы. В случае повторной операции после неудачной паратириоиды ктомии. И в случае отрицательных или неоднозначных результатов исследования, когда нам надо убедиться, что у нас аденома паращитовидной железы или что-то еще. Вот пример одного случая. Вот очаг, и я совершенно был уверен, что это паращитовидная железа. Она видна позади щитовидной железы и снизу с левой стороны. Был отрицательный ответ везде. Мы использовали тириоидные и паратириоидные маркеры, а также аффект КТ. Вроде бы давали положительные результаты и обнаружили, что это была шванома. Сделали биопсию и подтвердили. Не все ретро-тириоидные образования оказываются аденомами, даже если они выглядят таковыми на УЗИ или на сканах, полученных с помощью других модальностей. Что необходимо вынести из данного доклада? УЗИ паращитовидных желез – очень полезный метод исследования, хотя здесь таятся серьезные трудности. Метод показан для предоперационной локализации очагов паращитовидных желез, хотя почти все они доброкачественные. Показания для тонкоигольной аспирационной биопсии под контрольным УЗИ весьма ограничены. И карциномы паращитовидных желез встречаются очень редко, но здесь нужна очень высокая клиническая настороженность для выбора правильного хирургического подхода. Большое спасибо за внимание.